Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 апреля, и вот сегодня, придя в теплицу поливать редиску, я как раз хочу рассказать про обогреватели, про инфракрасные, которые в той теплице, когда было замерзшее, я не могла зайти. Вот сейчас, я еще говорила, что они мне понравились, вот сейчас в эту теплицу номер один, в которой я уже дырочки вот эти приготовила, буду высаживать, мы тоже установили такие же обогреватели. И для тех, кто просил показать, какой фирмы, я сейчас покажу, вот она упаковка, как раз мы только на той неделе их принесли. Ой, подождите минутку. Написано вот так, инфракрасный обогреватель, модель, не знаю, как ее читать. Кто-то спрашивал, какая степень защиты, я вот вам сейчас показываю этикетку, я не знаю, какая у нее степень защиты, вот здесь все написано, вот эту покажу. Кому нужно прочитать, остановите просто кадр и прочитайте. Фирма вот какая, тоже не знаю, как прочитать, Ло, Риот, что ли. И еще могу показать вот эту этикетку, Новосибирск. Не знаю, будет четко читаться или нет. В этом году я их купила уже по 3000, в том году были то ли 2600, то ли 2700. И вот сейчас я пришла поливать как раз редиску, про обогреватели. Все, я только хотела марку назвать, я давно обещала, людям спрашивают, какая марка там, мощность, так как я в них не очень понимаю, вот этикетку эту прочитаете, там, не знаю, указано, что больше я ничего вам дать информации не могу. Как раз вот я нахожусь сейчас в той теплице, где я приготовила вот эти дырки, выемки для посадки. И как всегда многие начали писать комментарии, что не все люди поняли, почему эти дырки именно. Пишут, что это же мелко, их же нужно глубже, там, короче, вытянутую рассаду не посадишь. Я сразу говорю, что эти у нас вот дырки, вот приготовленные лунки, они уже забронированы именно под низкорослые, под детерминатные, те, которые в больших стаканчиках, которые заглублять никуда не надо, они и так маленького роста, они не вытянувшиеся. Но так я сделала, я же сразу говорила, что так я делаю не всю теплицу, а только вот те, которые для раннего урожая. Это будет вот эта вот первая южная сторона. И делала я так из-за чего? Из-за того, чтобы насеять уплотнителей, то есть редис, салат, и чтобы потом, не повреждая вот этих посадок, вот видите, у меня уже здесь икрес, салат взошел, вот что я иду поливать как раз эти, и другие тут, и редисочки, вот они. Пока идет вот это похолодание, пока я собираюсь с мыслями к высадке, у меня уже как раз здесь будет готова и зелень, тут немножко укропа, потом я просто, у меня же они в стаканах, потом я просто вот эти стаканчики, ой, эти банки уберу, на их место поставлю стаканы, все. И я не разрушу вот эти вот посадки свои, которые насеяла уже давно, ну сколько, ну я не помню число. И возможно к тому времени, когда я соберусь высаживать, тут уже и редиска у меня вырастет, но уже более-менее такая. А для индетерминатных и для высокорослых, которые возможно нужно будет заглублять, которые будут повыше, я же такие дырочки не делаю, у меня остается вот основная часть, вот та, она вскопана, но не делаю я. И поэтому кто-то пишет, что это там, зачем так делать, мартышкин труд. Я же уже объясняла, что я сделала это для того, чтобы потом, не разрушая вот этих посадок, салата, редиса, просто подойти и воткнуть, посадить помидорки. Будет уже и зелень готова, и томатики будут расти. Пока томаты увеличатся в размере, кустики, зелень я уже съем. Все. И сразу, для тех, кто не видел, возможно, предыдущее, сразу скажу, что лунки уже заправлены. У меня, видите, вот это вот белесое, у меня уже здесь и зола, и все, что нужно, я туда добавила, и перегной. Мне останется только прийти и воткнуть их. Все. Ну, хотела рассказать про обогреватели, пошло. У нас, короче, редиска, вот когда было минус 4, минус 3, она все прекрасно себя чувствовала, несмотря на то, что, видите, там все в снегу, вся теплица в снегу, все завалено снегом, тут даже темно. Но сегодня будет минус 8, и я вот пришла, сейчас думаю, возможно, придется накрывать ее еще пленкой, или пленкой, или нетканкой, потому что про минус 8 я уже не уверена, выдержит ли редиска, а жалко, посевы такие дружные, все взошло. Все, до свидания, буду сейчас думать, как утеплять редиску. Редактор субтитров А.Семкин